С началом нового 2018 года наступает новый финансовый год, а вместе с ним вступает в силу новая редакция бюджета столицы Забайкальского края города Читы. Бюджет, как это принято говорить, есть главный финансовый документ, отражающий статьи доходов и расходов хозяйствующего субъекта. От того, как этот финансовый документ спланирован, зависит развитие социальной, культурной и хозяйственной сферы города. Вовремя ли бюджетники получат заработную плату, а нуждающиеся социальные пособия будут ли обслуживаться городские дороги в зимний период в целях противостояния угололеда, какой внешний облик будет иметь город после проведения благоустройства и так далее. Решение этих и других вопросов во многом зависит от их финансирования из муниципального бюджета. Поговорим об этом более подробно в нашей рубрике «Экономический ликбез». Здравствуй, Максим. Здравствуйте. Но сегодня давайте рассмотрим, пожалуй, самую интересную часть городского бюджета – это расходную. Иначе говоря, любопытно, как власть-имущие собрались расходовать средства бюджета, в большей степени собранные за счет наших налогов. Итак, плановый бюджет города Читы на предстоящий 2018 год состоит из суммы доходов – это 3,609,000,000 рублей и расходов – это 3,844,000,000 рублей. Превышение расходной части над доходной образует бюджетный дефицит, который, кстати говоря, планируется возместить за счет коммерческих кредитов в банке. Плановый дефицит бюджета на следующий год составляет 234,5,000,000 рублей. И добавим, что дефицит в 2019 году запланирован еще на большую сумму – это 239,000,000,000 рублей. Структура расходной части городского бюджета состоит из 10 разделов, каждый из которых включает в себя подраздел. Предлагаю обратить внимание на некоторые самые интересные из них. Но самый большой из них раздел по объему финансирования из 10 – это образование. Стоит заметить, что данный раздел занимает почти 67% всех запланированных расходов. Например, на общее образование на следующий год запланировано более 1,000,000,000 рублей. На финансирование детских садов – более 900,000,000,000 рублей в год. А вот самый маленький по объему запланированных финансов – раздел охраны окружающей среды. Это 6,4 миллиона рублей. При том, что на территории города есть и озеро Кенон, а также через город проходит русло двух рек – Четинки и Ингады. Кстати говоря, таким природным богатством, как у нас, может похвастаться далеко не каждый российский город. Ну вот и получается, что поддержание чистоты и экологии на водоемах лежит в основном на плечах энтузиастов. Стоит заметить, что вторым разделом по объему расходов из городского бюджета является раздел общегосударственные вопросы. В этот раздел входит функционирование высшего должностного лица, то есть в нашем случае сити-менеджера, функционирование городской администрации и городской думы, а также функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов. В результате общая запланированная сумма расходов на функционирование муниципальной власти составляет 450,200,000 рублей в 2018 году и 450,700,000 рублей в 2019 году. Для сравнения, сумма затрат по разделу общегосударственные вопросы выше на 160 миллионов рублей, чем, к примеру, на расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство города Читы, по которому запланировано 294 миллиона рублей. Ну а вот расходы на социальную политику, включающие в себя социальное обслуживание населения, охраны семьи и детства, пенсионное обеспечение, и того меньше, это 123 миллиона рублей. То есть на 327 миллионов рублей меньше, чем на расходы по общегосударственным вопросам. Много говорится про развитие детского и юношеского спорта. Так вот, расходы на физическую культуру и спорт в следующем году будут одни из самых маленьких, всего 17,4 миллиона рублей в год. В результате при беглом взгляде на структуру городского бюджета можно предположить приоритеты финансовой политики, где значительную долю, а это 20% расходов бюджета, занимает обеспечение функционирования муниципальной власти. Вот и получается, что в следующем году вряд ли кардинально решится вопрос с благоустройством города, разбитыми дорогами, с проблемами в сфере ЖКХ и так далее, и так далее. Остается лишь ждать в следующем году очередной виток роста ставки налога на имущество, рост тарифов, дабы не нарушить сложившийся баланс в городском бюджете и при этом максимально качественно обслуживать государственный долг в виде коммерческих кредитов и латания растущего бюджетного дефицита. Ну вот, а теперь я предлагаю пару слов о курсе рубля к доллару и евро. Рубль продолжает терять свои позиции по отношению к основным валютам, к доллару и евро. Так, за вчерашние торги доллар торговался на отметках выше 60 рублей и выше 70 рублей за евро. Основными причинами ослабления российской валюты являются неизменами. Во-первых, это ожидание вступления в силу нового бюджетного правила со следующего года, суть которого заключается в том, что при цене выше 40 долларов за баррель нефти Минфин России будет пополнять свои резервы путем скупки доллара. И во-вторых, мировой рынок нефти, где в последнее время наблюдается наращивание добычи нефти в США, что вносит негативный эффект в усилия ОПЕК+, по сохранению мировых запасов нефти. Тенденция к ослаблению рубля, как ожидают эксперты, продолжится до конца текущего года. Ну а пока официальный курс валют от Банка России на сегодня – доллар 59 рублей 62 копейки, евро 69 рублей 68 копеек. Ну а лучший курс доллара в читинских банках на сегодня – покупка в 59 рублей 90 копеек, продажа 59 рублей 79 копеек. Ну а на этом пока вся информация. Смотрите «Первый независимый». Спасибо, Максим. Я напомню, это была наша рубрика «Экономический ликбез». Мы говорили сегодня о бюджете города Читы на предстоящий 2018 год. Увидимся. Валютный рынок всегда в движении. Каждая секунда – это возможность заработать на курсах валют. Научись искусству трейтинга у профессионалов. Аль Пари.